доброе утро друзья знаете как-то странно я вам вчера показал вот этого петушка вроде вчера да вчера он типа вот там лежит такой на бок заваливается говорю надо его убрать вечером вчера пришел ну ловил гусей забивать думаю это сразу его тоже как бы уберу захожу сюда а он ходит а чё случилось понял что это все приближается нехорошая и и начал ходить короче в общем ходит если если не завалится на бок то я его убирать не буду а так он немножко вот так заваливался на бок и вот там в углу лежал короче так вы чего тут вам я уж вам туда насыпал дурехи во так что все пока в порядке хочется эту курочку соединить с теми но при этом надо убрать туда туда петуха короче потому что петух их обижает вот эту курочку и вот этих двоих вот эту беленькую и вот эту черненькую гребешки уже ну видите как бы подросли покраснели это значит что тоже скоро как бы соберутся нестись хочется чтоб они уже все для какой все одной кучкой ходили ну 10 курочек пусть несутся вот такие вот дела сейчас пойдем заглянем под утку ну заглянем я вам покажу что там у нее три яйца оставалось тут ее для нее загончик уже приготовлен видно видно что здесь тепло потому что все мухи сарая которые в сарае такие неактивные сидят по стенам потому что ну как бы уже прохладно им и это все послетались сюда греются видно что здесь тепло так что вот так нету пока яйца но я думаю что сегодня будет еще так что такие дела до девчатки знаете тут на этом дворе абсолютно все легко и просто потому что потому что тут в каждом загончике понемногу и с ними легко то есть я вот сейчас пришел вот этим только воды налил и вот там где похин хин чеки еще остальных и у цыплят есть у одних и у вторых и у третьих и вода и корм так что ничего не надо вот так до бармотики быстренько подросли красавчики а так на улице солнышко сегодня ночь ушел дождь а сейчас солнышко такая вот прям теплота утро и уже тепло мух ловят поймал поймал муху вот так высоко сидит паразитка утки я вам много раз говорил что утки это лучшие мухоловы смотрите смотрите ходят по стенам и ловят мух красавчики сейчас тут буду чистить ну она хоть такое тусклое у них подстилка но она сухая ведь вот лежат в ней купаются красавчики тоже сейчас он кушать надо насыпать петухи петухи карликовые такие прям большие смотрите уже и сережки стали цветные и гребешок вырос прям большой у корейкой тут ходят прям красавчики у черного конечно еще нету и черный какой-то ну у меня тут петухов много хвост у него кривой на бок нужно будет его убрать поменять и эти смотрите у хейлюйки тоже уже какие большие гребешки красоточки ой-ой-ой как вытрусилась купаются красотульки не видно самордашку большую то близко поснимать ничего не видно а небо вот такое красивое как раз Говорю, солнечно, как раз солнышко спряталось за тучу. А вообще, ну, можно сказать, что не затянутая, так что должно светить сегодня днём. Ну, а здесь у мамульки, я же вам ещё раз хочу сказать, и шёл дождь, но она стоит вот этим, под навесиком немножко, вот под этим. А так тут всё намокло, так забивало хорошо, сюда прям ночью лило хорошо. Но, что я могу сказать у неё? У неё оставалось три яйца. И, ой-ёй-ёй, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, наступило прям... Ну, они аккуратненько должны, хоть бы не сбежало. Мамульчка, лапу убери. Убери лапу, сейчас задавишь. О, ага, всё. Смотрите, я думал, прям сейчас с утра их буду. свежачок только только вылупился. А так нужно будет подождать еще хоть пару часиков чтобы вот этот последний обормотик вот такой вот так. Все. Не буду лезть. Два видно вылупилось пораньше, а третий вот только-только вылез и еще мокрый. Конечно еще рано забирать из гнезда но я думаю что сейчас десятый час нет наверное уже десять и наверное часов двенадцать можно будет их перенести уже туда и пойти забрать с того двора утяток от перепелов. Пошли вам покажу что там. А мы сейчас со Светланой Николаевной вот таких двух черненьких уточек забьем для себя запечем их в духовке. Хочу хочу поубирать всех черных и коричневых но коричневых и белых я продаю а черных ощипаем и будем сами кушать. С черного очень сложно убрать все пеньки но это выглядит не очень мне не нравится но для себя пойдет. А еще помните мы с вами сеяли пшеницу не только в поле но и но и здесь во дворе ну и вот тут сеялась конечно она попозже немножко но я ну выглядит она примерно так же как и та которая посеяна в поле но в поле красиво поле зеленое тут же так я просыпал где больше где меньше позакапывал и и при том что тут прелое порченое было много ну и в некоторых местах вот взошло густо а в некоторых порченое было прям много-много вот смотрите тут как бы вроде засеяно прям сильно так пшеничкой да а всходы а всходы прям слабенькие мало ну главное повсходило пусть растет будет так как я вам говорил что до весны а весной к маю месяца она будет до колен почти уже пшеница ну ячмень пшеница что тут повсходило оно и то и одно и другое и маленьких гущаток будем тут пасти да ну короче посмотрим а может большие тут будут есть короче это уже будет весной ну короче зазеленело да а это еще что тебе так удобно перевернулся обормотик ой перепелки уже какие большие вылетают кыш 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 ой обмотик все так а так эти перепелки с утятами освоились и у них все нормально 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 по идее куда они могут деться да но что-то я не могу найти еще одного 1 2 3 4 5 6 7 8 9 все все на месте вот так ребят все всем большое спасибо за просмотр обязательно пересадим вот вместе с вами я пошел управляться я управлялся в 12 ночи сейчас часов 10 и я вот сейчас буду только всех кормить вот такой у меня график смещенной то есть я не встаю в 7 6 часов она мне не надо но и вечером тоже точно так же в 67 часов я не управляюсь я всегда управляюсь поздно так чтобы так все всем большое спасибо за просмотр кажется что и тут у утята выплескали всю воду да только вылупились а уже вот такие тут дела на дело перепелятка смотрите без воды хотя на ночь ставил полную и у них всегда оставалось ну точно утята расплескали ладно всем пока пока ладно пока ну